На Греческой помолились за погибших 2 мая. Новый глава СБУ в Одесской области и подъехать к морю за 40 гривен. В прямом эфире новости в студии Олеся Татар. Здравствуйте. Петр Порошенко назначил нового главу СБУ Одесской области. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента в среду, 3 мая. Так, вместо назначенного в августе 2014 года Сергея Батракова управление возглавил Александр Довженко. К слову, он работает в системе СБУ с 1993 года, а с 2013 и до сегодняшнего дня руководил СБУ города Чернигово. 40 гривен. Столько сейчас стоит проезд к морю на 13-й станции Большого Фонтана. Там уже установили шлагбаум и собирают с водителей деньги. Оплату взимают при въезде, а чеки выдают с рук. Наша съемочная группа отправилась проверять, как сейчас, около 13-й станции Фонтана. На прямой связи со студией Анастасия Кожушка. Настя, сегодня уже не выходной день, но есть ли какие-то пробки и какая обстановка около моря. Привет, Леся. Здравствуйте, зрители. Сейчас мы находимся на 13-й станции Большого Фонтана. Сегодня пробок, как таковых, нет. Есть небольшие заторы из машин, которые, собственно, хотят проехать к морю через этот шлагбаум. Рядом со мной находится Муртазар. Скажите, у вас только что возник какой-то конфликт. Можете поподробнее рассказать? Да, конечно, без проблем. Конфликт возник на почве того, что я хотел проехать непосредственно за шлагбаум. Въезд мне пригородили и заявили то, что у них есть все абсолютные документы для того, чтобы изымать плату за въезд. Я хочу подчеркнуть, это за въезд на территорию к морю. В принципе, даже согласно Конституции, они не имеют на это права, потому что въезд, непосредственный доступ к водным ресурсам в том числе, он должен быть у каждого. Они это регламентируют тем, что у них есть парковка внизу. Но если у вас есть парковка, она должна быть оборудована соответствующими знаками, она должна быть оборудована соответствующей разметкой, там должны быть парковщики, стоят паркоматы, вы можете изымать плату в том размере, в котором предусмотрено законодательство. Но здесь на въезде на территорию к морю этого быть не должно, и оно так не будет. Я вижу, вы вызвали полицию, да? Что говорят копы? Полицейские говорят, но у них абсолютно окажется полное незнание закона, и они предлагают мне спуститься к морю абсолютно бесплатно. Почему я должен спускаться, если у меня есть личное автотранспортное средство, и я хочу туда проехать? Вот такое вот пока мнение копов. Ну дальше посмотрим. Спасибо вам, а я напомню, сейчас мы находимся на 13-й станции Большого Фонтана. Здесь на прошлых выходных установили шлагбаум. Как вы можете видеть, что люди действительно возмущены стоимостью в 40 гривен, и непосредственно перед самим шлагбаумом возникают небольшие заторы. Также отмечу, что сегодня прекрасный день, солнечный, и многие люди уже купаются в море. Пока на этом у меня все. Мы будем продолжить следить за обстановкой. Леся. Спасибо, Настя. А это была Анастасия Кожушка. Сейчас она находится на 13-й станции Большого Фонтана, где поставили шлагбаум на въезде. Больше подробностей смотрите. Вчера вечером на Греческой площади пополились о тех, кто погиб во время столкновений 2 мая 2014-го. Молебень начался в 6 вечера, и на нем побывал и наш корреспондент Марьям Эль-Хасан Али. Греческая площадь. Здесь в мае 2014-го произошли жестокие столкновения. Теперь на месте той страшной бойни представители разных конфессий молятся о погибших. Благословенный Бог наш, завжди, ныне и повсякчась. Кроме священнослужителей, на Греческой и сотни одесситов. Активисты, волонтеры или случайные прохожие. Людей очень много. Чтобы попасть сюда, им пришлось пройти ряд проверок, в том числе и на металлодетекторах. Площадь оцепили правоохранители. А на самой Греческой десятки лампадок со свечами. Из них выложили герб Украины. Мы воспоминаем и отдаем дань уважения и чести тем людям, которые отдали жизни за нашу с вами свободу, за нашу с вами достойную жизнь. После молитвы люди отправляются в сторону Дерибасовской. Там, на углу с Преображенской, открывают мемориальную доску Игорю Иванову. Он стал первой жертвой майской бойни. Игорь Иванов получил смертельное пулевое ранение. Ему было всего 27. Был десятником в правом секторе. Я тоже тогда был членом правого сектора. Он был моим командиром непосредственным. Ребят своих очень любил, очень беспокоился, волновался за них всегда. Он был хорошим человеком и хорошим командиром, прежде всего. Сепаратисты, можно уже смелее их так называть, начали кидать камни, дымовые шашки. По сути, с того все и началось. Игоря Иванова выносили на моих очаг за квартал Дерибасовский. Мне уже в вечере сказали, что он загинал. Я до остану не могла верить, не хотела верить. С момента жестокой бойни в центре города прошло ровно три года. Расследование по делу 2 мая продолжается до сих пор. Марья Мальхасанали, Валентин Мирза, 7 канал. Ударные майские. За последние четверо суток одесские патрульные 55 раз ловили нетрезвых водителей. Во всех случаях они составили административные протоколы. Так, например, 2 мая около 2 часов ночи на Люсдорской дороге внимание патрульных привлекла Тойота, водитель которой нарушала правила и на требования остановиться не реагировала. Машину заблокировали на Дальницкой. За рулем оказалась явно нетрезвая женщина. С копами она вела себя вызывающе и не выполняла требования полицейских. На даму составили админматериалы сразу по трем статьям административного кодекса Украины. А автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Подрались прямо в трамвае. Одесские правоохранители задержали двух мужчин, которые устроили драку в общественном транспорте. Одному 55 лет, второму 23. Выясняли они отношения настолько активно, что умудрились разбить стекло вагона. В процессе один из них даже стал угрожать оппоненту ножом. И это все на глазах у перепуганных пассажиров, которые и вызвали наряд патрульных. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 16.00. Ну а сразу после новостей гостем доброго дня станет Леля Белинская, один из режиссеров, постановщиков спектакля «Чемодан». Оставайтесь на снимок. Субтитры создавал DimaTorzok